Добрый день! Вечер или любое другое время суток, дорогие друзья! На этом портале я делал обзоры на множество игр и для множества... Ну хорошо, пока только для двух платформ, но сегодня я хочу это исправить, ибо от игры, о которой я хочу рассказать, я в восторге уже более недели и, наверное, всё-таки выбью платину. Итак, как вы, наверное, уже догадались, сегодня я хотел бы вам рассказать о Hotline Miami. По сути, игра вышла ещё в прошлом году на персоналках, и поэтому некоторые уже успели её пощупать и знают, почему же я так хочу рассказать о ней, а тем, кто пропустил этот шедевр, будет полезно посмотреть этот обзор вдвойне. Собственно, игра стоит 300 рублей в PlayStation Store и продаётся сразу для PlayStation 3 и PlayStation Vita, что, конечно же, несказанно радует. В Steam она стоит чуть дешевле. Когда скачал её на Vita, первое, что меня поразило, игра была полностью локализованной, что мне, человеку, немного далёкому от языков, очень понравилось. И теперь хотя бы можно было понять сюжет, который, как оказалось, несмотря на восьмибитность повествования, очень интересен, и ты действительно сидишь и ждёшь, чем же всё закончится. Там даже есть парочку интересных поворотов. Игра стилизована под восьмибиточку, что доставляет. А неоновые окрасы придают игре свою частичку магии. На Vita игра выглядит превосходно. Ну, по крайней мере, уж лучше Uncharted, где есть, только не поверите, пиксельный огонь. Но давайте не будем отвлекаться на Uncharted, а поговорим о горячей линии в Майами. Игра, как вы могли заметить, не стесняет себя в жестокости, и мы в лице главного героя можем добивать врагов множеством разных способов. У каждого холодного оружия своя анимация добивания. Кроме того, есть и огнестрельное оружие. Но, по правде говоря, игра негласто не одобряет его использование. В чём же заключается задача игры, если кто ещё не понял? Задача заключается в том, чтобы зачистить уровень. В нашем случае это обычно этаж здания с максимальной оценкой, так сказать, вашего действия. Здесь это А с плюсом. Сразу говорю, что без всех масок даже не надейтесь, что пройдёте все миссии на А с плюсом с первого раза. Игра хардкорна, ведь она с ПК. Собственно, мы подходим к кульминации всего действия, без которого игра бы была бы просто не игрой. Это кульминация маски. Каждая маска имеет свои уникальные способности, и поверьте, каждая маска чуть ли не полностью меняет геймплей. Например, есть маска пантеры или типа того, который разблокируется ближе к концу игры, которая делает героя очень быстрым. С её помощью можно зачистить уровень примерно за 10-15 секунд. С комбо из всех находившихся на этаже людей. И вы просто не представляете, как это прекрасно. Каждый уровень, каждый этаж можно проходить по-разному. Например, один раз у тебя на втором этаже был автомат, а в другом нож. И это реально разные вещи. На автоматные или любые другие выстрелы сбегаются все ближе стоящие противники, что порой очень даже нехорошо. А ножом, к примеру, их можно бы было вырезать одного за другим. Хотя, подождите, я же не рассказал вам ещё о одной важной детали. Эта музыка, она просто охрененна. Для каждого уровня, которых около 20, написана собственная композиция, которая, я вас уверяю, будет долго потом сидеть в вашей голове. Композиции в основном от разных коллективов, что даёт разнообразие. Нет, ну вы только послушайте. В общем, игра, по-моему, стоит своих денег. И я настоятельно рекомендую вам попробовать эту восхитительную игру. На этом всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал GamePilot. С вами был Ревьюзор. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!